Как вы оцениваете предназначение начальника генерального штаба Украины Руслана Хамчака? Вы же знаем, я знаю. Так, я с ним знаю. У меня также бравучесть в Иловайской кампании. Значит, я в тех случаях, когда я видел Хамчака в боевых условиях, я оцениваю действия позитивно. Могу привести несколько примеров. Пример номер один, это когда мы перед самым Иловайском попали под обстрел Градов, он не пытался куда-то сбежать, мы рухнули в одну и ту же канаву, наполненную дождевой водой. Я видел, что он после этого встал, отряхнулся и пошел спокойно руководить операцией. Второе, перед тем, как штурмовать Иловайск, он нормально отдавал приказания, координировал, хотя на него там кидались и добровольцы сумасшедшие, там были масса людей, и еще там что-то. Первое, вел себя очень профессионально. Третье, я знал, что когда я уже лежал в госпитале при Иловайске, ему можно не было там находиться. Можно было бы не находиться, поскольку он мог быть на вынесенном командном пункте, где-то за линией, где ему угрожала опасность непосредственно. Но, тем не менее, он был в той зоне, где были все остальные. Вот это то, что я видел. Я не видел его при отходе, я знаю о том, что существует там масса чуток-приток, и по мне такое же существует, но мое общее впечатление позитивное.